Здравствуйте! Калашников против Фестов в эфире и с вами рубрика Практическое применение. Видео снято специально для сайта Супер Мебель Бивай. Итак, ассистент фрейм у нас, вернее его половинка, да? Ну и я покажу, как с помощью этой половинки врезать вот такую ручку. Это идет фасад под покраску. Вот, потому что много вопросов, как, зачем вообще этот фрейм нужен. Ну и есть, естественно, много видео по похожему изделию от Фестов и не только. Вот там в основном однотипные, да? Немножко вот так попробуем поработать. Значит, прошу прощения, оператора нет, поэтому буду в меру возможностей своих рук комментировать, да? Значит, здесь я выставил 32 миллиметра, что соответствует. Копировальное кольцо не предназначено для этой процедуры, это я так приспособился. Это для ласточкиного хвоста копировальное кольцо. Фреза-восьмерка. Вот, я выставляю просто с помощью, ну, высчитав, да, диаметр фрезы, диаметр копировального кольца, что же мне нужно. Вот, устанавливаю фрейм. С одной стороны, я использую флипстоп. Флипстоп уже выставлен. Когда серийный у меня будет в руках, а они уже скоро будут, то тогда я буду флипстопами это делать, да? В данном случае, к сожалению, придется использовать вот такой вот рейсмус. Значит, здесь тоже я выставил флипстопом. Он уперся, вот. Теперь мне надо добиться вот этого вот параллельности определенной. Сейчас оно может сбиться. Ну, ладно, я сейчас чуть-чуть его... Это недостаток как раз. Есть. Перепроверили. То же самое делаем здесь, да? Есть. Упер. Слава Богу, струбцина нам дает возможность немножечко... Все, выставили. Теперь флипстоп мне не нужен. Я его убираю. Ну, и ставлю, в общем-то, камеру. Потом будем подходить и смотреть, что я там делаю. Сейчас будет немного пыли. Все равно пылесос не выдувает. Все равно пылесос не выдувает. Значит, что у нас тут получается? У нас получается вот такая каналочка. Да. Есть. Дальше у нас фреза. Здесь у меня был подшипник, я его срезал. Фреза подуставшая, конечно, поэтому придется за много проходов делать ту процедуру, которую можно было сделать проще. В общем, ничего, ну, как есть, так есть. В принципе, мне фрейм больше не нужен. Я его отстегиваю и убираю. Понадобится мне стамеска. МДФ, он слоистый, поэтому я просто убрать лишнее, да, чтобы меньше пыли было просто. не очень удобно мне, зритель меня простит, я думаю. Значит, есть, да? Теперь дальше делаем. Какая Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Сужели у него фреза тупая, да? И поэтому издержки определенные в работе есть. Итак, смысл какой? У меня фреза была восьмерочка. Она повернула сюда и выскочила сюда. Значит, в принципе, здесь подшипника у меня нет. Если мы видим, там просто хвостовичок восьмерочка. Если вы, в принципе, не наяриваете, но с чувством делаете, то вот этот бортик вы не побьете. То есть, тут все будет нормально. Просто у меня фреза тупая, она немножечко палит. Но поскольку это все под покраску, то проблемы как таковой нет. Обычно иногда бывают какие-то казусы, да? То, в принципе, здесь есть такая шпаклевка, сантофер она убирает. Но в основном более-менее все чисто выходит. Вот, собственно, вот такая вот будет ручечка для открывания дверей. Медиум – это 22-22 мм. Ну, естественно, там обхатом фрезой. И уже после этого вырезана ручечка. В общем, спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно.